Арман Анатольевич, добрый день, уважаемые участники. Да, я бы сказал пару слов, конечно, неожиданно. В первую очередь я передаю слова уважения и почтения всем участникам от Альбериха Зарата Кырганова, от главы Духовного собрания Мусульман России, от членов Общественной палаты Российской Федерации. Благодарю вас за приглашение принять участие на мероприятии. Действительно, заявленная тема очень важная и очень актуальная сегодня. Но вместе с этим хотелось бы, конечно, выразить слова огромной большой благодарности руководству страны, что сегодня, кроме имеющихся проблем и позитивные стороны, строятся мечети, мадресе, выпускаются ученики, имамы. Идет работа в исламской сфере, в образовательной сфере, в первую очередь она идет очень активно и позитивно. Но, как мы уже говорили, действительно, есть множество проблем, которые в законе прописаны очень идеально, все хорошо, но когда начинаем реализовывать эти законы на практике, появляются множества проблем, которые мешают, в первую очередь, развитию деятельности религиозных организаций и, конечно же, мешают в какой-то степени еще более развитию государственных и конфессиональных отношений. В этой связи Духовное собрание Мусульман России тоже делает очень большую работу. Мы ежегодно публикуем доклад о соблюдении свободы и прав мусульман в России. Данный доклад отправляется во все и правоохранительные органы, и губернаторам регионов, тоже главам регионов. Поэтому эта проблема нас, конечно же, волнует очень сильно. И самая проблема, такая самая первая, конечно же, это нехватка мечети в первую очередь в Москве и, конечно же, в отдельных регионах России. И в этой связи как раз вот нехватку мечети некоторые радикальные силы используют как фактор дискриминации мусульман. И это очень как бы негативно влияет и влияет на, скажем так, авторитет наших органов власти. Поэтому есть такая проблема. Но я думаю, что благодаря вот таким мероприятиям, которые вы организовываете, Роман Анатольевич, то, что в общественной палате тоже есть соответствующая комиссия, которая решает данные вопросы, проблемы, в ближайшем будущем мы сможем достигнуть каких-то какого-то и прогресса и в данном вопросе. У меня вот, конечно, вот выступление, я не запомнил имя, который вот до меня выступал Хазрат. Я уж извиняюсь по поводу вот смуты фитны в мусульманской умме. В принципе, этот рецепт, он давно известен. Чтобы не было фитны в умме, нужно, просто засучив рукава и не поднимая головы, нужно работать во благо развития российского общества мусульманской уммы. В принципе, для каждой религиозной организации есть как бы свое поле, и каждая религиозная организация может внести свой позитивный вклад в развитие уммы России. У меня, в принципе, все. Большое спасибо за приглашение. Я бы с удовольствием еще послушал и других участников. Это очень интересная и позитивная дискуссия. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.